В минувшие выходные Сергеев Посад был во власти сильнейшего снегопада. Оказавшись под снегом, город переживает непростые времена. Второй день после снегопада. Что изменилось на улицах города? Вот, я все это один чистил. Хорошо люди помогли. Ну я смотрю, что трактор у вас здесь тоже был. Нет, это все руками все чистили. А где-то трактором здесь убирали? Я даже его не видел ни разу. Здесь? Пока не было. На Чайковского, 13А, придворовую территорию жители дома убрали за несколько дней. Сколько человек вышло? Человек шесть. А когда убирали? Два дня назад. Вчера, позавчера. Два дня убирали? Да. Во дворах должны убирать управляющие компании. Муниципальная техника заедет во дворы только после расчистки основных трасс. Пока снег между домами разгребают жители и дворники. Лестницы убираю, дорожки убираю, чтобы люди смогли ходить. Я свою работу делаю. А какая управляющая компания? Сикар. Техника в основном сгребает снег к обочинам, чтобы обеспечить движение транспорта хотя бы по одной полосе, как, к примеру, на рабочем поселке. Наибольшее внимание подъездным путям к социальным значимым объектам – районной больнице, школам и детским садам. Правда, прочищено еще не везде. Так, в центру «Время надежды», где находится общество Сиди, еще вчера невозможно было подъехать. Сейчас здесь проходит реабилитационный курс 35 детей. И сейчас сложилась такая ситуация со снегом, просто форс-мажорная, да, дети не могли добраться, те, кто добирался, не могли припарковаться, те, кто пытался на санках проехать, не могли пройти. И вот только сегодня с утра, у нас вторник утра, приехал в 7 утра трактор, частично, не очень хорошо, прочистил нашу парковку. На улице Валовой трактор прочистил снег около магазина «Оптика». Место для инвалидов осталось непрочищенным. Помешала машина, которая стоит на обочине дороги уже не первую неделю. Просим, пожалуйста, вот у нас на Валовой, на других улицах, уберите машину, дайте возможность расчистить дорогу. А потом, пожалуйста, вы же сами сможете потом парковаться, приезжая в то же самое БТИ, куда бы то ни было, и ставить эти машины нормально. Гораздо большим количеством, чем будет ставить один этот подснежник, занесенный снегом. По словам начальника управления транспорта районной администрации Андрея Досовицкого, в ближайшее время брошенных машин на дорогах Сергея Посада станет меньше. Дорога – это не место для парковки, и машины, которые мешают уборке, будут эвакуировать. Подобная практика применялась и в прошлом году. На прошлом заседании комиссии, вот в январе была, еще часть адресов попали, значит, по ограничению парковочного пространства вдоль дорог. Я думаю, что если это будет мешать снегоочистке, даже невзирая там на знаки, ну, с закреплением фото и виде материалов, значит, будем принимать меры, как есть статья в административном кодексе, да, как препятствия движению транспорта. Информацию о брошенных на дорогах машинах можно сообщать в Управлении транспорта районной администрации. Достаточно сделать фотографию и сообщить адрес местонахождения автомобиля. Далее будут работать сотрудники ГИБДД. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События». Продолжение следует...